Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 декабря. Я продолжаю описывать все-все сорта томатов, которые заслуживают этого, более подробно. И вот с легкой руки Лилии Вальтер, которая спросила рассказывать об одинаковых томатов, у которых название разное, но они совершенно одинаковые. Я вот в предыдущем видеоролике рассказывала о сортах Южный Загар и Кенигсберг Золотой. Я говорила, что они совершенно одинаковые и по форме плодов, и по внешнему виду, и по вкусу, по всему. И еще к ним прибавилась ракета желтая, которая тоже, вот три сорта, а не близнецы. Плоды совершенно одинаковые, вот ничем не различишь. И вот из этой темы вытекает совсем другая тема, у которых томаты, у которых название вроде бы одинаковое, но которые совершенно разные. Раз мы упомянули вот эту ракету желтую, я упомянула. Я хочу рассказать о сорте ракета и ракета желтая. И я в предыдущем видео, я немножко обмолвилась, что когда я покупала ракету желтую, я думала, что она, ну как, ну в спешке берешь, берешь, берешь. У меня есть ракета красная, которая считается как ранним сортом, вот такой сосулички красные, вытянутые. Я взяла ракету желтую, не глядя, и я думала, что это такая же ракета, с маленькими сосульчатыми такими плодами, просто желтого цвета. Но когда я дома пришла, рассмотрела, описание оказалось, ну совсем другое. Это индетерминатный сорт, в отличие от ракеты, которая она, там, не знаю, сколько сантиметров, 50 или 60 всего. Потом, это сорт крупноплодный, который может вырасти вот эта вот ракета, самая перцевидная такая, до 250 грамм. Хотя те ракеты, они, ну 80, самая большая, наверное, 60-80 грамм. Ну и короче, они совершенно разные. Ту ракету можно было вырастить без посынкования, без подвязки, она неприхотливая, она вот такая. То эту ракету желтую, ну если она индетерминатная, ясно, что ей нужна подвязка, ей нужно посынкование. И верхушку нынче я прищипывала, весь спектр хода. И вот про это я и хочу сказать. Иногда бывает, что сорта, казалось бы, одинаковые названия, но какие там различия мы ожидаем только в цвете, ну в цвете плода. А оказывается, они совсем разные. Вот по аналогии, например, с буяном, я же тоже так думала, есть буян, а есть буян желтый. То есть совсем одинаковые растения, одинаковая высота, одинаковый тип куста, одинаковая форма плода, одинаковый, ну все одинаковое, кроме цвета. Один красный, другой желтый. И если с ракетой я думала, что точно так же, то тут совсем по-разному. Это ракета, это ракета желтая. То есть одна такая, другая вот такая, одна такая, другая вот такая. И когда вы выбираете сорта, вот поэтому я и говорю, на обратной стороне пачки желательно читать уже в магазине, знакомиться со всей инструкцией. Если вот я, как я, хотела прикупить такой ранний неприхотливый сортик ракеты, просто с желтенькими плодиками. Оно у меня выросло, вымахало такое дерево. Второй Кенигсберг золотой. Я уже говорила, что вот точно наподобие Кенигсберга. Я, конечно, не пожалела, что я ее вырастила. Я когда ее высаживала, я уже знала, что она индетерминатная. Поразил вкус плодов. Она, во-первых, урожайная, была вся увешана вот этими перцевидными, оранжевыми, такими, ну как в форме ракеты. Но ракета по сравнению с той ракетой раз в 5-6 крупнее. Они мясистые, они на разломе такие, мякоть сахаристая. Они сладкие. Ну ясно, что все желтые, оранжевые. А у нас еще нынче было жаркое лето, она на солнце нагрелась. Она такая вот незабываемый вкус, очень вкусный. Так что, вот под видом ракеты неприхотливой, маленькой, низенькой, я получила прекрасный, великолепный салатный сорт. Вкусный, который ела все лето. И хочу для вас открыть. Если вы видите где-то в магазине, что стоит ракета желтая, это не значит, что это сорт коротышка с маленькими плодами. Обратите на него внимание. Достойный сорт. Все, до свидания.